Как зовут директор? Можно уже? Вы не знаете, как зовут вас? Не знаю. Не знаете? Да, да, память отсюда. Ух! Бывает, да. Ну, да. Ну, что-то, что-то, что-то. Телефон лежит. Вообще, мальчик, если считать не умеет, с такими большими деньгами, зачем его поставить? Ну, это уже вопрос другой. Вы должны правильно сдавать сдачу. А какой мальчик большой, маленький? Вот какая претензия, что мы сдали не правильно. Вот есть третий. Ну, так и другой вот придется другому. Ну, не первый раз. Женщина, ну, не первый раз. Я один раз, второй раз промолчала. Так, телефон директора. Ну, третий раз уже хватит. Телефон директора нам дали себе неверный, я так понимаю, потому что он никак не реагирует. А, какой это такой? Ааа. Так, ну, хорошо. Звоним другой директор. Ну, просто ответ на дозор. Звони, пожалуйста. Какой адрес? Ленина 36. Ой, Ленина 36. Так, такой орловка. А где написано? А вот, здравствуйте. А можно с ним разговаривать? Меня зовут... Как? Валентина Александровна. Меня зовут Роман Аркадьевич Пьенов. Я главный директор Годез и частный сектор. Что-то ко мне обратила женщина на обширный магазин и на множественные недостатки. То есть ее ребенка отчитали в магазин на 200 рублей. Не выгодить чек там, ну а что? Нет. О, где... Что? Династия. Магазин свой. О, династия. Хотя тут разнятся их названия. Проспект Ленинградки 36. На вывеске одно название, на стенде другое. Тем более у кассовые аппараты вообще должны быть. Обязательно. Кассовые аппараты чеки не выдают. Кассовые снимать отказались, но, соответственно, и чек они не давали. Повесели? Конечно. Они еще и веселятся. Сейчас веселятся, хамят, отказывают бэджиков. Ни кто вам не хамит? Бэджиков нет. Вы предъявите документы, нормально. Так тише. Не можем даже узнать ни фамилии, ни никого. То есть это возможно даже не продавцы вообще каких-то хамят. Непонятные люди тут ставили на кассу. Ну, требуется какая-то реакция, либо совета. Да, и все обратится. Будет вся творческая, какой-то твой комментарий дать. Объяснили нам, какая будет реакция. Куда нам дали обращаться. Может быть вам как-то перезвонить. Мои данные, да? Ну, давайте мои данные запишите, чтобы как-то вспомнить, не ждать контакта. Украина Фраман, опять здесь. Наташа, я перезвоню в этом магазине. Ау. У тебя уже товара не было. Поэтому у тебя остатка не может быть. Товар. Ну, давай походу тебе объясню. Ты покажешь, я в этом магазине говорю. Готовый предоставить с удовольствием вам видеосъемку. До свидания. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Конечно, обязательно.